Друзья, в этом выпуске я предлагаю поговорить о том, что турист может посмотреть в Санкт-Петербурге, кроме знаменитых музеев, театров, старинных особняков, исторических улиц и разводных мостов. Как человек, проживающий в Москве, могу определенно отметить питерские дворы-колодцы, старинные парадные, квартиры, атмосферные магазинчики и арт-пространство. В общем, о разных неочевидных местах северной столицы рассказываю в этом видео. Фонотека. Фонотека – это большой виниловый склад-магазин, где можно приобрести, продать и сдать виниловые пластинки. Также в продаже имеются CD-диски, книги о музыке, проигрыватели, арт-хаусное кино и билеты на концерты. Здесь часто зависают часами любители качественного звука, а иногда заходят даже известные музыканты. В магазине очень уютно, можно приятно провести время за чашечкой кофе, слушая в наушниках выбранную мелодию. Вашему выбору представляется более 5000 пластинок, аккуратно разложенных по жанрам в алфавитном порядке. Все продавцы в фонотеке – меломаны со стажем. Можно смело обратиться к ним, если не можете вспомнить группу или просто не знаете, чего бы послушать. Вам обязательно подскажут и подберут что-то стоящее. Этажи. В прошлом заброшенный хлебозавод сейчас представляет собой многофункциональное творческое пространство, в котором кипит жизнь. На пяти этажах расположены выставочные залы, галереи, маленькие кинозалы, кафе с кухнями разных народов мира, множество магазинов, детская комната и даже хостел, на случай, если вам не захочется уходить. А на крыше есть уютные скамеечки, пуфики и открывается шикарный вид на Лиговский проспект. Здесь регулярно проходят мастер-классы, фестивали, различные творческие встречи и концерты исполнителей из разных стран. Здесь всегда много молодежи и в особенности хипстеров. Анненкирхи. Одним из излюбленных местечек петербуржцев является лютеранская церковь Анненкирхи. Несмотря на то, что в 2002 году ее интерьеры были уничтожены пожаром и восстановление еще в процессе, кирха открыта для посетителей. Здесь проходят выставки, ярмарки, концерты и другие культурные мероприятия. Церковь была построена для немецкоязычного прихода в 18 веке. В начале 19 века она уступала по числу приходов лишь православной церкви. Среди прихожан были художники Брюловы и Карл Фаберже. В советское время здесь был кинотеатр, а потом рок-клуб. Во дворе клуба снималось несколько сцен фильма «Брат». Автором проекта был Фельтон, который также проектировал корпусы и интерьеры Эрмитажа. Внутри царит мрачная готическая атмосфера, но по-настоящему впечатляющая. Музей уличного искусства. Если вас впечатляют граффити, украшающие редкие дома многоэтажек, вам обязательно стоит посетить это место. Огромное арт-пространство, расположенное на территории действующего завода, занимает более 11 гектаров. В музее есть зона постоянной экспозиции, где расположены более 20 муралов современных российских стрит-арт-художников. И публичная площадка, где регулярно проходят выставки, лекции, творческие встречи и другие культурные мероприятия. Ротонда на Гороховой. В неприметном доме на углу Гороховой улицы и набережной реки Фонтанки можно найти самый мистический объект Петербурга – ротонду. Это необычная круглая парадная с шестью свободно стоящими колоннами и лестницами, повторяющими изгибы стен. Мистическое здание вошло в историю Петербурга как место, где собирались масоны, проводились жертвоприношения сатанистами и проходило множество других жутких вещей, свидетельством чего служит пугающая решетка в виде пентаграммы. Дом с ротонда известен также как дом Яковлева-Евментьева, потому что одним из хозяев его был купец Александр Евментьев, а земля, на которой было построено здание, изначально принадлежала предпринимателю Савве Яковлеву. Сегодня в здание сложно попасть, жители устали от любопытной молодежи и туристов. Подписные издания. Любимый петербуржцами уютный книжный магазин олицетворяет особую атмосферу культурной столицы. Отзывчивые продавцы всегда помогут найти нужное издание, а под Новый год еще и бесплатно упакуют подарки в красивую фирменную бумагу. Совсем недавно был открыт второй этаж с большим выбором книг, приятным интерьером и уютными столиками вдоль панорамного окна. Здесь же можно заказать кофе и насладиться им за чтением журнала с ближайшей полки. Севкабельпорт. Культурное пространство, которое пользуется огромной популярностью у жителей города. Расположено прямо у набережной Финского залива. Каждое помещение здесь соответствует морской стилистике. Комплекс зданий разделен на различные функциональные зоны, где проходят выставки, лекции, мастер-классы, фестивали, тренировки и танцевальные вечера. На территории есть много заведений на любой вкус, где можно перекусить. Каждый год Севкабельпорт увеличивает площадь ледового катка с панорамным видом на залив. В этом году он составил 2100 квадратных метров. Каток оснащен всем необходимым. Прокат коньков, камеры хранения, туалет-медпункт, фудтраки с горячей едой. Также на льду предусмотрены салазки. Нерпы для детей и белые медведи для взрослых. И, конечно же, не обойтись без мастер-классов. Дворы Петербурга. Связанные между собой арками и переходами дворы северной столицы отлично передают настроение и мрачную атмосферу романов Достоевского. Один из внутренних дворов города имеет правильную округлую форму. Это дом-кольцо. Здание построили еще в конце 18 века. Сегодня это один из самых старых жилых домов Петербурга. Интересно, что с 1827 по 1833 в нем проживали родители Пушкина. Адрес? Набережная Фонтанки, 92. Коммуналки и квартиры. Чтобы полностью понять Петербург, необходимо побывать в гостях у петербуржцев. В старом фонде можно найти такие квартиры, которые сложно себе вообразить. Лепнина на потолке, камины 19 века, мраморные ванны, потайные шкафчики, винтовые лестницы, витражи. Но, конечно, для того, чтобы побывать в такой квартире, вовсе не обязательно в срочном порядке искать друзей и напрашиваться в гости. Петербуржцы приглашают на экскурсии по необычным квартирам и заодно рассказывают историю домов и дворов. Такие экскурсии вы сможете найти на сайте extra-gid.ru. Средняя стоимость такого билета около 800 рублей. Новая Голландия. Рукотворный остров Новая Голландия – это место скопления самой разнообразной аудитории. Здесь проходят такие мероприятия, как день библиотеки, день астрономии, лекция по постановке современного балета, лекция для молодых родителей или концерты для любителей потанцевать до утра. Летом здесь все цветет и пахнет, а разнообразие флоры впечатляет. Здесь растут яблони, гортензии, магония, рябинник, ива, калина и многое другое. Когда нет мероприятий, на острове играют в бадминтон или теннис, лежат на траве, сидят с ноутбуками, везде бесплатный Wi-Fi. Ну и, конечно, читают книги. Здесь много ресторанов, кафе, есть книжный магазин, залы для занятия йогой и балетом. Регулярно появляются скульптуры, инсталляции и арт-объекты художников из разных уголков планеты. Зимой на территории острова работает каток, небольшой, но очень красивый. Если вам понравилось данное видео, жмите на лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Но если в ближайшее время вы планируете прогулку по Петербургу, то обязательно отправляйте это видео своему другу.